Их методические инструменты – терпение, забота и ласка. Каждый рабочий день они начинают с улыбки, ведь от их настроек зависит самочувствие воспитанников. Четверть века педагоги Чебоксарской коррекционной школы номер три дарят надежду детям с особенностями развития. Михаил Игнатьев встретился с педагогическим коллективом школы «Надежда». У восьмилетнего Тимура детский серебральный паралич тяжелой стадии. Мальчик практически не говорит, а передвигается только в инвалидной коляске. В надежду Тимура привела мама Светлана. Мы сначала были в детском садике. Этого учреждения были хорошие результаты. Ребенку занимается дефектолог, логопеды, также есть бассейн. Здесь, получается, раскрывают ребенка полностью все его возможности. Каждому ребенку ищут индивидуальный подход. С приходом в образовательные учреждения у Светланы и десятков других мам появились новые возможности. Одни, наконец-то, вышли на работу. Вторые приобрели здесь настоящих друзей. С помощью педагогов пришло понимание. Детский серебральный паралич – не приговор. Когда рядом с их особенными детьми настоящие профессионалы своего дела, в будущее смотреть совсем не страшно. Всего в образовательном учреждении работают 42 педагога. Есть и молодые специалисты. Вы говорите, что вам нравится. Для нас это очень значительно, по сути дела. Честно скажу, были опасения, были страхи, но они не оправдались абсолютно. Помимо четырех начальных классов, в коррекционной школе действует семь детсадовских групп. Сюда ходят дети с двух лет. Благодаря активной поддержке государства, все обучение, досуга питания для детей бесплатное. Кроме прочего, каждому малышу подбирается индивидуальная оздоровительная программа. В нее ходят массаж, плавание и занятия на специализированных тренажерах. Мы большое внимание уделяем разгрузкам, различным физическим упражнениям, физкультным минуткам. Много работаем над графомоторными навыками. Правительство Республики продолжит поддерживать такие школы, отметил Михаил Игнатьев. В ближайшее время будет решен вопрос об обеспечении учебного заведения дополнительным развивающим оборудованием. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.